Дорогие детки, братья и сестры, друзья и гости, приветствую вас сердечно на этом месте. Давайте скажем вместе слава Богу. Я думаю, вы со мной согласитесь, что до сего времени Бог благословлял это служение. Слава Богу. И думаю, наше общее желание, чтобы Бог благословил его и далее. Мою тему я назвал имя и буду читать три места Священного Писания. И перед этим я хотел бы поделиться одним моментом. Это было на той неделе. Мы с семьей склонились на молитву. У меня дети 11 лет и младше. И я думаю, многие родители меня поймут, что бывают моменты, где человек больше не уверен, чем уверен в воспитании своих детей в христианстве. И я думаю, как многие, так и я нуждаемся в Божьем Содействии в этом. И вы знаете, молитвы я начал благословлять детей и называть их по имени. И один из них говорит, папа, скажи, Господь благослови семью, а то молитва будет длинная. И один из них говорит, папа, скажи, Господь благослови семью, а то молитва будет длинная. Вы знаете, моя дочка что-то высчитала. Моя дочка что-то высчитала. Говорит, нет, у нас не будет так длинная. Вот у брата Фредди дома оно получается длинная. И он говорит, нет, у нас будет это длинная, но у брата Фредди, там будет это длинная. У брата Фредди детей больше, чем у меня. Получается, так родилась эта мысль, во мне я стал об этом размышлять. И первое место священное писание я буду читать из книги пророка Исаия. И впервые это слово звучало к потомкам Якова, к народу израильскому. И все это слово отклонено к нашкам Якова. Но вы знаете, Библия говорит, И если вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники, слава Богу. Поэтому, христианин, если ты Христов, и когда я этот стих прочитаю из Ветхого Завета, сказанный Богом, и когда я этот стих прочитаю из Ветхого Завета, сказанный Богом, то он скажет тебе намного больше, чем я могу здесь сказать или объяснить. Хорошо, я читаю. Я лезу. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Яков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему ты мой. Исайя 43, Vers 1. Дальше здесь пишутся некоторые обетования, что Бог во всяких трудностях и переживаниях будет рядом, но хотел бы заметить, если ты человек еще не в отношениях с Богом, но я хочу заметить, если ты, человек, еще не в отношениях с Богом, если ты еще не искал этого, если ты еще не искал этого, то читая дальше эти слова, они будут для тебя очень далеки, они будут далеки столетия от тебя, но тот, кто Христов, тот, кто служит Богу, и кто читает это дальше, тот благодарит за эти обетования Богу, и говорит на них Аминь, Слава тебе, Господи, и говорит Аминь, я знаю, что ты помогающий Бог, что ты не оставляешь и ты милуешь, Слава Богу, и даже в те времена, когда я не совсем праведный, где я недостаточно свят, где у меня недостаточно веры, и там ты помогаешь мне и содействуешь мне, и эти слова, они говорят, в твой дух и вдохновляют тебя, Слава за это Богу, где Бог говорит, я назвал тебя по имени, Слава Богу, где Бог selber говорит, я тебя по имени, Слава Богу, Бог избрал сейчас церковь, это народ Божий, в котором он присутствует, духом своим, Слава Богу, но и Бог имеет отношения, с личностью, и Слава за это Ему, хорошо, я пойду дальше и зачитаю другие два места священного Писания, и следующая будет это Евангелие от Матфея, первая глава, Рождество Иисуса Христа, я буду читать с двадцать первого стиха, я буду читать с двадцать первого стиха, обращение Ангела Господня к Иосифу, родит же Сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, а все это произошло, да сбудится сказанное Господом через Пророка, который говорит, все дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог. Се, die Jungфrau wird schwanger werden и einen Сын gebären, и он будет им имя Имануил, и он будет имя Имануил, и он будет имя Имануил, это значит, Готт с нами Бог. И другое место Писание, это будет Евангелие от Луки, и следующая будет Евангелие от Луки, 23 глава, 41 стиха, это описывается страдание или момент страдания и смерти Иисуса Христа, и два разбойника распяты, один по правой, другой по левой стороне, и вот слова одного разбойника к своему другу по несчастью, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисусу, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в Раю. И Иисусу сказал ему, истинно говорю тебе, истинно говорю тебе, разрешите мне сейчас рассуждать немножко по-человечески. И по-человечески рассуждать, два Откровения, которые не так просто принять. Понимаете, первое я прочитал, все девы в очреве примет и родит сына, как это биологически возможно. Я думаю, у людей того времени могли возникнуть вопросы. И здесь второе местописание. И здесь второе местописание. И здесь второе местописание. Понимаете, описывается такой эпизод. Разбойник, который говорит, я все это заслужил. Ein Verbrecher, der sagt, я бы это все verdен. И что здесь происходит, это происходит справедливо. Понимаете, он приговорен, он распят, его руки прибиты, как Христу. Я как-то читал, что римляне практиковали распятие, чтобы был человек не один, но было их двое или более, чтобы распятый, глядя на другого, видел безысходность своего положения. Damit der eine den anderen sieht и свою Ausвегслосigkeit sieht. Понимаете, жизнь прошла. Versteht ihr, das Leben ist vergangen. Сам он говорит все справедливо. Репутация бандита, разбойника. Уже ничего невозможно поправить. Es ist nichts mehr möglich im Leben zu berichtigen. И вот этот человек в этом положении. Und dieser Mensch in dieser Lage. И я рассуждаю так. Und ich sinne folgendermaßen. Понимаете, Евангелист, он может быть другой, но я говорю сейчас себя. Der Евангелист kann ein anderer sein, aber ich spreche jetzt über mich. История говорит, что апостол Павел по его наставлению или научению писал Лука Евангелие. Die Geschichte sagt, dass апостол Павел nach seiner Erbauung die Schrift schrieb. И Лука писал то, что он, ну, принял по тщательному исследованию. Und auch Лука schrieb das, was er angenommen hat nach seiner Forschung. Понимаете, Евангелие говорит, что этот человек, он пошел на небо, слава Богу. И это говорит Евангелие, такое возможно. Это говорит Евангелие, это возможно. Когда человек каяться, потому что некто был рядом, он тоже распят. И это есть Сын Божий, который понес мой и твой грех на этом кресте, слава Ему. И вы знаете, один момент, один момент услышать Откровение Божье. Видите, и один момент услышать Откровение Божье. Другое дело, принять это Откровение и растворить в себе верою. И вот в этот момент, когда писалось Евангелие, и в этот момент, когда это Евангелие негативно вы знаете, я бы стал рассуждать, но есть еще три Евангелия. Но это история только здесь упоминается. Апостол Павел, ну почему бы не написать это Иоанну, апостолу. Апостол Павел, почему не надо это написать Иоанну, апостолу. Понимаете, он там присутствовал. Он был там и я сейчас рассуждаю, он писал Евангелие Лука в то время. И Евангелие Лука в то время его окружали люди, которые ревновали о законе Божьем. В то время были книжники и фарисеи. Что я хочу здесь выразить, какую мысль. Вы знаете, мы по нашей человеческой натуре, по нашему размышлению, вы знаете, когда я смотрю на себя и смотрю тоже на людей, с которыми я тоже работаю, разговариваю, что слово Божьей Милости, Божьей Благодати, Божьего Дара, Божьей Любви, оно намного глубже и дальше, чем мы думаем по-человечески, слава Богу. И если человек приходит в покаяние к Богу, и если человек приходит к Богу, и Милость Божья, она выводит из глубоких вод и ставит на камень спасения, слава за это Богу. Я хотел бы к этому сделать знаменитый из Библии пример, пророк Илья, Гора Кармил, я думаю, вы все помните эту историю, где Пророк обращается к народу израильскому, и говорит, если Господь есть Бог, то последуйте ему. И он говорит, если Бог и Бог, то следуйте ему. Вы знаете, Библия говорит, что народ в этот момент молчал. Die Библия говорит, что народ в этот момент молчал. Но вы знаете, когда я рассуждал о предистории, als я об этом в этом народе что описано в Библии, вы знаете, я бы тоже стоял и молчал. Вы знаете, я бы тоже стоял и молчал. Потому что я говорю не о Иудеи, говорю о народе израильском. Израиль уже более чем 200 лет он не служил Богу. Я говорю не о юген, но я говорю об этом вовле Израиль. Это вовле Израиль в данной времене более 200 лет уже не недвижен. Да, в Иудеи стоял храм, там производили или производили священные действия. В Иудеи стоял храм, там производили священные действия. Но с этой стороны в этом государстве. Но из этой страны в этом стране, кто читает истории, уже некоторые династии царей, они уже не служат Богу. И я думаю, справедливо народ как-то уже не рассматривал эту землю как обитованную землю. Но интересно то, что Бог еще рассматривал это как обитованную землю. Но интересно то, что Бог это еще династии еще династии и глубже. И Бог работал с ними и династии и еще некоторые поколения до пророка Осия. Вот тогда Бог сказал, заканчивается завет обитование этой земли. Тогда спраш Бог, теперь будет сейчас династии для этого land. Интересно, Бог смотрит намного дальше, слава Богу. Только здесь стоит вопрос, приходим ли мы Богу и принимаем это верою. Но здесь stellt sich вопрос, kommen мы к Богу и принимаем это верою. И приблизиться к Нему, чтобы вдохновляли нас эти слова и Слово Божьего, где Бог говорит, я назвал тебя по имени, слава Богу. Хорошо, и последнее я прочитал из Матвея первой главы и хотел бы заметить, что это пророческое слово это было сказано во времена царя Ахаза. Это было кто читает историю, что у него было непростое время политически если рассмотреть. Он политически не было простое время и сам по себе Ахаз совсем не искал Бога. Ахаз на его не искал но интересно 7 глава пророка Исаии Бог обращается к Исаии и говорит пойди навстречу Ахазу И может быть кто-то на этом месте сидит здесь в собрании может быть нейтрально относился к вопросу служения Богу не глубоко задумывался и не принял это решение Я бы хотел заметить что Бог он остается тот же слава Богу И Бог посылает свое слово тоже навстречу человеку Бог есть initiатур твоего и моего спасения Интересно в той истории и Бог говорил чтобы была встреча с Ахазом как я вижу этот царь Ахаз переживал о том что его хотели сдвинуть с трона как я вижу Ахаз я бы тоже заметить в Евангелии от Матвея в первой главе когда записаны имена Династии Родословия Иисуса Христа его имя тоже звучит там и вот обращается я теперь ну говорю своими словами примерно так что что тебя хотят сдвинуть с этого трона вы знаете есть бытовые вещи повседневные где мы имеем выбор но этим откровением я понимаю так Бог указывает на это место на этот трон но в этой обращение я так Бог именно на этот трон он не защищайся где-то универующих безбожников потому что это место оно не просто так и здесь не решает человек кто будет сидеть на престоле потому что на этом месте обетование Божие слава Богу я хотел бы заметить для меня и для тебя тоже есть обетование Божие они приготовлены для трона твоего сердца для обетования Божия они дай аминь слава Богу но вы знаете к сожалению царь Ахаз я вижу это из истории не принял это верою но к сожалению царь Ахаз не принял это верою и пошел своими путями и я скажу так имел больше неудачи чем успех но сегодня для нас на этом месте как мы уже слышали нам дано время как мы уже слышали нам и слава за это Богу и праздник для нас дано время от Господа и что я стою здесь на этом месте и что я здесь на этом месте имел честь проповедовать с этого места я думаю я думаю как мое сердце и ваше сердце благодарна тем который был возле разбойника который который был распят который был распят Библия говорит что ангел сказал Иосифу чтобы он дал ему имя Иисус и Библия говорит что Бог превознес это имя выше всякого имени слава ему слава за это Богу праздник для нас чтобы он сказал имя но ласка а а ля 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 ля